Я-то, конечно, очень плохо думаю о колдунах, но те, кто их задерживают, они не лучше них. Это те же яйца, вид сбоку. Поэтому... Почему многие мусульмане следят за другими мусульманами, как они соблюдают ислам вместо того, чтобы самим улучшать свои знания? Это такой бич нашего времени. К сожалению, у нас реально люди озабочены тем, чтобы не то, чтобы следить за кем-то, а выискивать именно у него какие-то ошибки. Это обязательно должен быть твой брат мусульманин, который при этом еще обязательно является полезным для общества, человеком. Он чем-то занимается, что-то делает. И вот большинство людей занято тем, чтобы выискивать у него какие-то ошибки. А вот здесь он сказал не так. Вот здесь тональность была недостаточная. Здесь было вообще неправильное высказывание. Здесь посмотрел не так. Сказал, вздохнул, выдохнул и прочее. К сожалению, проблема это такая, которая, наверное, порождает за невежеством. И решить ее можно только просвещением. Но в целом это, конечно, напрягает. Вместо того, чтобы явными какими-то врагами заниматься, критиковать их, какие-то моменты выявлять их преступления и так далее, вместо этого они занимаются тем, что вот почему ты здесь сказал вот так, а не так, а почему ты здесь об этом не сказал и прочее. Это, конечно, очень неправильно. Здравствуйте. Как вы относитесь к отсоединению Чечни от России как самостоятельное государство? Лично нам, многим русским, ваша республика дорого обходится. 400 миллиардов в год. Нафига вы нам и мы вам? Но поднимите этот вопрос, Наташа Корнилова. Поднимите, мы только за, будем рады. У вас есть место, где можно такие вопросы поднимать. Это парламент вашей страны, Государственная Дума. Вы видите этот вопрос на повестку дня. Скажите, надоело эта Чечня, 400 миллиардов в год, она нам дорого обходится. Давайте оставим их в покое. Пусть там сами как-нибудь разбираются, живут, свою нефть добывают, продают. Если вообще не хотите нас видеть и знать, то забор построите с нами. В общем, тут мяч на вашей стороне, а не на нашей. Играйте. Давайте честно, Россия платит контрибуцию Чечне за проигранную войну. Ни у кого нет таких преференций от России и от Путина. Наташа Корнилова, мне без разницы, как вы это назовете, но если вам это не нравится, поднимите этот вопрос у себя. Я же говорю, мяч на вашей стороне, играйте. Мы не против. Контрибуции, окей, контрибуции, дань, дань. Как угодно назовите, не нравится вам это. Решайте вопрос в своем государстве. Наташа, да людей деньги не доходят, поймите. Да какая разница? Им в целом не нравится, что платят Чечне 400 миллиардов в год. Ну, нам тоже не нравится. Мы в этом вопросе их поддержим. Пусть поднимут у себя в Думе эту тему. Это правда, что Кадыров снес мемориал памяти и депортации в войнах, который, короче, не дочитал его вопрос, ну да, это правда. Он его типа перенес, что равнозначно слово снес. То есть, если бы он его просто куда-нибудь перенес бы, ладно, но он его не просто перенес, он сделал какой-то гибрид погибших своих сотрудников, им сделал мемориал и туда поставил несколько этих надгробных плит с этого мемориала. И сказал, что он типа вот таким образом всех там увековечил. Каково положение кумыков в Чечне? Ничем не лучше, чем чеченцев в Чечне. Сегодня все, кто живут в Чечне, у них у всех одинаковое плохое положение. Вне зависимости от их национального признака. Томсо, как я понял, ты используешь мессенджер, телеграм. Ты не опасаешься того, что это приложение передает данные российским спецслужбам? Опасаюсь, конечно, опасаюсь, но я доверяю, поэтому пользуюсь. Это ведь такая тема, знаете, у тебя внутренняя борьба такая идет. И да, есть опасность, что это все может быть обманом. Но я пока доверяю этому приложению и Павлу Дурову. Считаю, что чувак реально делает полезное приложение и по мере своих возможностей пытается делать его безопасным. Это все-таки дело доверия, прежде всего. Мы, конечно, можем не доверять ничему, малейшие какие-то причины, сомнения их при появлении таковых сразу же отказываться. Но это сильно усложнит нашу жизнь. Поэтому здесь, в общем, каждый сам на себя берет эти риски. Что ты думаешь о колдунах в Чечне, которых задерживают, алейкум ассалам? Я-то, конечно, очень плохо думаю о колдунах, но те, кто их задерживают, они не лучше них. Это те же яйца, вид сбоку. Поэтому, в целом, конечно, когда какая-то плохая деятельность, она пресекается, вредная, это хорошо. Но это не делает этих, как бы, хорошими ребятами, вот что я хочу сказать. Я, конечно, рад, что пресекают деятельность колдунов. Они действительно наносят вред обществу. Но от этого те, кто их пресекли, их деятельность, они от этого лучше не стали. Вот это нужно понимать. Томсо, сейчас тебе скажут, что колдуны и 21 век несовместимы. И это будут писать те, кто фанатеют от Билли Айлиша и Бузовой, на телах которых нет свободного места от сатанистских символов. Но я с ними соглашусь, что колдуны и 21 век несовместимы. Поэтому нужно пресекать их деятельность. В чем противоречие? Томсо, ты правда веришь в колдунов? Колдуны в них не верят. Колдуны это как юристы, экономисты. Они как бы есть. Они занимаются какой-то деятельностью. В данном случае шарлатанская обманывают людей. Но они есть. Что значит ты веришь? Я и в экономистов, и в юристов как бы верю. Я же их вижу. Томсо, про колдунов веришь, что они занимаются какой-то магией и прочей ересью, и что это не просто мошенники. Нет, это мошенники. Безусловно, это шарлатаны. Но при этом они, конечно, занимаются тем, что называется черной магией. Обычно. В исламе это имеет другое немножко определение. Но вам это более будет понятно под названием черная магия. Всякие там, как это называется, экзорцистские какие-то обряды там, в общем, и прочая ерунда. Томсо, так значит ты веришь китайцам? Прикинь, в них я тоже верю. Я их лично видел. В Польше, я помню, как-то на вокзале, в Варшаве, в центральном вокзале, ко мне подошел китаец, и на английском языке спросил меня о том, как добраться до, по-моему, до Познани. И я ему на ломаном китайском, говорю, на ломаном китайском, на ломаном английском я начал ему объяснять, как добраться. И мы с ним нормально побеседовали, он спросил, откуда я. Я сказал, что я вот с Чечни. Он знал, что есть Чечня, что была война российско-чеченская. Он сказал, что он с Китая, турист вот в Европе путешествует. Так что я лично видел китайцев, и поэтому, да, я верю, они есть. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»